Сегодня о том, как использовать всю мощь нейросети при работе в WordPress. Разберем плагин AI Power для WordPress. В принципе, здесь, как и в большинстве подобных случаев, все, что делает плагин, можно делать в сторонних сервисах, в том числе бесплатно. Но для тех, кто постоянно работает с WordPress, конечно, удобнее, когда все сосредоточено в одном месте. И место это плагин AI Power для WordPress. Сам плагин бесплатный, но для работы в нем требуется подписка на сервисы OpenAI. Чуть подробнее о подписке я рассказывал в скринкасте по другому, не менее полезному плагину GPT for Work. Тут описание того, что можно сделать с помощью этого плагина. Такое красивое окно появляется, по-моему, всего один раз при старте. Непонятно, зачем они его тогда делали. Заходим в Settings и тут нам нужно указать APK от OpenAI. Сервис в России не работает, только через VPN. Оплатить проблема, но также частично я рассказывал об этом в скринкасте по чат GPT. Все ссылки в описании. Один ключ у меня тут уже есть, создадим новый. Название для вас, чтобы знать, какой ключ про что. Скопировали, вставили. Максимум токенов уменьшим. Чтобы не тратить лишние деньги на эксперименты. Вообще токены это не слова, как я думал раньше, а в среднем где-то 4 буквы. Сами разработчики пишут, что 1000 токенов это около 750 слов. А 500 токенов, соответственно, это где-то 350-400 слов. Ну, такая короткая заметка. Тут выбор модели. Стоят модели по-разному, лот тут прайс. GPT-35 Turbo значительно дешевле, чем GPT-4. Мы выставили ограничение в 500 токенов. Значит, будем платить 0,001 цент за одну генерацию в GPT-35. Ну, то есть, в принципе, будем работать бесплатно. Поэтому возьмем здесь GPT-35. Температура – это степень креативности нейросети. Хотя сами разработчики не любят это определение, но при этом предложить какое-то другое не могут. Чем выше температура, тем больше креатива. Тут несколько закладок. Есть пользовательский режим с дополнительными настройками. Можно начитать ему подсказку, какой именно текст вы хотите. И вообще тут много всяких закладок. За один скринкаст явно обо всем не расскажу, поэтому давайте самое простое – экспресс-режим. Выбор языка, русский есть, стиль информативный, тон доверительный. Заголовка будет 2, заметка у нас короткая, выделим как H3. Ключевые слова недоступны на бесплатном тарифе. Изображение он может сгенерировать и вставить сразу в статью. Но лучше, наверное, генерировать его отдельно. Ссылки можно попробовать. Теоретически он должен как-то умудриться обыграть ссылку в статье, но не знаю, получится ли. Можно добавить метки в SEO, но тоже как-то он не всегда на это реагирует. Я думаю, тут еще проблема русского языка. Ну и собственно все. Придумываем заголовок, проверяем еще раз язык и так далее. И жмем создать. Отключаемся, потому что генерирует он где-то полторы минуты. Получаем вот такой текст. Теплицу он, по-моему, не вставил, но статья получилась вполне читаемой. Хотя и ни о чем. Ну, какой заголовок, такая и статья. Конкретики ожидать не приходится. Все, заметка на сайт готова. Тут расставляете рубрики, изображения, теги и публикуете. Выглядеть будет вот так. Есть какой-то мусор. Вторым подходом явля. Да, разработчики писали, что если ограничить количество токенов, а мы написали 500, сети может не хватить места для выражения своей мысли. А также она может допускать орфографические и стилистические ошибки. Но в принципе, если перечитать, мусор удалить и подредактировать, будет не хуже текста от платного копирайтера. Так, ну и я говорил, что изображение лучше сгенерировать отдельно. Тут настройки. Художник, стиль. Ну, в общем, понятно, я думаю. Он использует DALI. Для доступа к Stable Diffusion нужен отдельный API-кей. Ну, такое себе. Но в целом сносно. Ну и куда же без Chargy 5? Тут он также встроен. Давайте как раз выясним, почему он не вставил теплицу в статью. Может он не знает, что такое теплица? Нет, знает. Тогда странно. Мог бы и вставить. Ну, чего там ему в голову взбрело, кто поймет. Нейросеть предмет темный и исследованию не подлежит. Удельный вес скринкастов по нейросетям на канале, мне кажется, превышает 90%. Либо потому, что других тем действительно больше не осталось. Либо моя личная заинтересованность вытесняет все остальное в слепую зону. Напишите в комментариях, о чем еще, кроме нейросетей, вы бы хотели от меня услышать. Подписывайтесь на канал, ну и любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Валуломов, и теплица социальных технологий. Продолжение следует...